Здравствуй, Денис! Мы с тобой сегодня продолжаем заниматься изучением раздела биологии 7 класса. Сегодня тема нашего урока – семейство бобовые. Запиши, пожалуйста, тему урока в свою тетрадь. Семейство бобовые. Почему семейство бобовые? Давай мы с тобой постараемся потихоньку с этим вопросом разобраться. У меня на слайдах, здесь ты увидишь большое количество картинок. Это довольно-таки различные представители этого семейства. Растения могут быть и деревьями, и кустарниками, которые относятся к семейству бобовых. Это могут быть однолетние и многолетние травы. А названы бобами они потому, что семена имеют вот такую бобовидную форму. Длинная это довольно-таки форма может быть. Семена содержат большое количество белка. Бобы используются и человеком в пищу. Очень много бобовых идет на корм скоту. Бобовые – это те замечательные растения, которые могут для людей быть лекарственные. Бобовые – это те культуры, которые люди замечательно выращивают в своих палисадниках. Итак, назначение представителей этого семейства, как ты понял, самое разнообразное. Ну а теперь давай мы с тобой поговорим непосредственно о самом цветке. Как ты видишь, цветок у представителей этого семейства очень своеобразный. Совершенно не похож на другие цветки, которые мы с тобой перед этим изучали. Очень интересное строение имеет непосредственно сам цветочек. Мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. И очень часто, вот именно за такое своеобразное строение представители семейства бобов очень часто называют еще и мотыльковыми. Почему? Но об этом по порядку. Итак, какое строение имеет цветок бобов? Ну, во-первых, он состоит из чашечки. А чашечка состоит из пяти сросшихся чашелистиков. Вот они на этой схеме отмечены. Чашелистики вместе срослись и образовалась вот такая чашечка. Венчик состоит из пяти лепестков. Тоже очень интересные лепестки. Они располагаются поочередно друг за другом. Обращаю твое внимание, что тычинки, находящиеся здесь, состоят из десяти штук. Причем девять из них срослись, а одна находится в свободном состоянии. И один, конечно же, пестик. Вот такая формула цветка представителей этого семейства. А какое же теперь строение имеет сам цветок? Как ты увидел, сами лепестки у этого цветка очень своеобразны. И они имеют своеобразное название. Один из самых больших лепестков называется, верхний лепесток называется парусом. Есть весло и, конечно же, лодочка. Таким вот образом, вот так вот имеет строение это замечательное растение. Обращаю твое внимание, что все представители семейства бобовых, их цветки могут быть либо одиночными, либо они могут быть собраны в соцветия. Например, летний цветок, который мы с тобой знаем, люпин. Цветки у него могут быть тоже самые разнообразные. И белые, и желтые, и красные, и синие даже цветов. Они могут быть собраны в виде кисти. Посмотри, пожалуйста, на рисунки. И на кисти располагается несколько поочередно находящихся цветков. Либо головка у нашего с тобой знаменитого растения клевер, который скоро здесь у нас будет свести. Вот такие цветки, они могут либо опыляться с помощью друг друга, так как они близко друг к другу располагаются, с помощью насекомых. Либо с помощью вот этих всех тычинок, которые располагаются внутри самого цветка. То есть переклёстное напряжение, самоопыление, или с помощью насекомых. У семейства бобовых вот это семя, это уже в развернутом, разрезанном виде, состоит из двух семидолек. Стоит лишь только бобу попасть в влажные условия, как у него внутри начинает формироваться небольшой стебелёчек. Этот стебелёчек далее даёт начало для появления двух лепесточков. И, конечно, здесь начинает постепенно показываться небольшой корешок. После того, как произойдёт набухание самого стебелька, когда лопнет семенная кожура, из этого растения появится новое растение. В самом семени содержится большое количество питательных веществ. Очень большое. Поэтому, как я уже сказала, здесь очень много белка, за счёт чего люди могут его очень активно употреблять в пищу. Это растение очень своеобразное. Дело в том, что даже в твоём учебнике об этом говорится, у него в корнях находятся специальные бактерии, азотфиксирующие или клубеньковые бактерии. Они представлены в виде таких небольших утолщений. Вот, здесь более подробно отмечено, в виде клубеньков. Здесь находятся питательные вещества, в данном случае азот, для того, чтобы и самому растению дальше существовать. И если выращивать данные растения на поле, то клубеньки, они таким вот образом, азот они берут из воздуха, обогащают почву. То есть это очень полезное для почвы растение. Обращаю твое внимание, что бобовые могут использоваться с человеком в еду. То есть это наш с тобой, во-первых, самый знаменитый зелёный горошек. Наверняка летом ты лакомился молодыми стручками гороха. Это, конечно же, большое количество фасоли, бобов, сои, очень вкусные земляные орехи, которые мы называем арафисом. Это чечевица. Вот данные пищевые растения человек с удовольствием использует в пищу. Ещё раз повторяю, это те представители данного семейства, которые дают большое количество белка. А белок растительный, он идёт как альтернатива для животного белка. Бобы, мы с тобой уже сказали, используются на корм скоту. Во-первых, это тот же самый клевер, о котором мы говорили. Это большое количество люцерны, донника, сои. А в пустынных районах растёт такая верблюжья колючка. Да, абсолютно верно. Верблюжья колючка – это тоже бобовое растение. Но отличается она тем, что у неё необычайно длинная корневая система. Длинный корень. С помощью карторова верблюжья колючка достигает до тех слоёв, где находится вода. А колючкой называется потому, что если у обыкновенных бобовых большое количество зелёных листочков, то у верблюжьей колючки зелёные листья, они изменились в виде стали небольших колючек. Но тоже процесс фотосинтеза здесь происходит необычайно активно. Мы сказали, что бобовые могут быть и, конечно же, замечательными декоративными растениями. То есть они могут радовать глаз. Их выращивают для красоты. В данном случае посмотри, пожалуйста, на самом деле какие красивые могут быть растения. За счёт вот этой своеобразной формы самого цветка. Как маленький мотылёк присел на листочек. В крупных городах большое количество ты можешь встретить акаций. В данном случае акации бывают как белые, так и жёлтые. И вот именно у этих растений ты видишь такие замечательные цветки. Итак, мы с тобой сегодня поговорили о представителях семейства бобовых. Кроме такого замечательного расположения, кроме такого замечательного значения, мы обязательно должны сказать, что это те растения, которые человек использует и для лечения. В данном случае солодка уральская, она используется для того, чтобы помочь человеку в кашле. Донник, копеечник, клевер. Все эти растения люди используют и в лекарственных целях. Из них изготавливают большое количество сбора лекарственных растений для лечения тех или иных замечательных... для восполнения здоровья человека, для того, чтобы излечиться от тех или иных заболеваний. Домашнее задание, я тебе в качестве домашнего задания предложу следующее. На страничке 141-145, там есть небольшой материал, прочитай. Сразу говорю, там больше рисунков, нежели чем читать. На 145-й странице ответь, пожалуйста, в тетради на вопрос номер 2. Вопрос звучит следующим образом. Почему люди выращивают горох? Но тебе наверняка стоит сказать, что горох нужен людям не только как декоративное растение. Горох нужен людям и для употребления в пищу, и для корма животных. И, конечно же, горох, так же, как и люпины, многие другие растения, бобовые, содержит большое количество клубеньков на своих корнях. Поэтому это растение люди используют еще для обогащения почвы азотом. На этом я с тобой прощаюсь, Денис. До свидания и до следующего урока. Продолжение следует...